Добрый день! С вами Довина Наташа, художник компании Таир. Сегодня мне очень захотелось сделать стилизацию под картины дизайнерской студии Space Frog. Я не знаю, как они создают свои работы. Скорее всего, это компьютерная графика. Но мне очень захотелось воспроизвести что-то похожее с помощью акриловых красок и трансферной поталии. Работать буду на холсте 50 на 60 в акварельной технике. Чтобы краски хорошо растекались, а холст не провисал от большого количества воды, я сперва наношу слой белой акриловой краски. Работа в акварельной технике предполагает большое количество воды. Она либо берется на кисть вместе с разведенной краской, либо участок холста сперва смачивается водой, а потом вводится в сильно разбавленная краска. Акрил сохнет гораздо быстрее, чем акварель. Так что очень важно следить за водой, чтобы переходы не получались жесткими. Интересные эффекты получаются, если на влажный холст делать легкие набросы с краски, позволив ей расплываться. Если же разводу хочется делать более контролируемое, то можно работать, подсушивая уже готовые участки феном, чтобы краска схватилась. Если наброс хочется сделать на отдельном месте, то я прикрываю остальную картину листами, оставляя только определенный участок работы открытым. Если где-то брызги попали не туда, сразу стираю влажной тряпочкой. Очередной плюс водостойкости акрила после высыхания. Акварель такого не позволит. Также, в отличие от акварели, предыдущие, уже высохшие слои не разбавляются водой и не будут смешиваться с последующими красками. В этом тоже есть элемент контроля над ситуацией. Подписывайтесь на мой канал. Р Вам показалось. Открым огромное белокуропрессиво. Я помогаю сегодня. Теперь смотрите, как и только вот косточку. Продолжение в час. Во-촉лоу-под 사람들이. Теперь работаю с поталью. Сперва наносим клей для потали. У меня он в тюбике. Это очень удобно для обводки линий. Но у китов мне хочется сделать блестящий наброс на брюшках. Для этого я выдавлю клей, набираю в накисть щетинку и брызгаю, закрыв стальную картину листами бумаги. Добавляю немного брызг клея на море. Даю клею высохнуть до белесого состояния до прозрачного. А затем приклеиваю трансферную поталь цвета серебро. Можно использовать и классическую поталь, но она иногда окисляется. Ее нужно было бы покрывать защитным спортовым лаком. Мне же хочется сохранить контраст между полуматовыми красками и глянцевостью потали. Так что я использую трансферную поталь. Ее можно не покрывать лаком. Обвожу некоторые линии на рисунке потальным клеем через носик тюбика. Также даю высохнуть до прозрачности и приклеиваю поталь. Не забывайте, что трансферная поталь приклеивается яркой, блестящей стороной вверх. Сейчас стало очень популярным добавлять в живописные работы средства для дополнительных эффектов. Различные пасты, кракелюр, поталь. Я лично очень рада этому. Это позволяет расширить возможность выразительных средств. Не ограничивая себя только красками. А как вы к этому относитесь? Творите с удовольствием. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok